Друзья, привет! Благодарю вас за поддержку каналу, а также за поддержку территориальной целостности моей родной Украины. Я сделаю все, что смогу для того, чтобы наши народы стали ближе друг к другу. Прокомментировать я хочу новость под таким названием. Баку может сказать нет любому давлению. Цитирую новость. По мнению американского аналитика, политика Баку – многовекторность пример для всех. Азербайджан, страна с 10-миллионным многонациональным населением, находится на перекрестке стратегических дорог и чувствует себя хорошо. Это значит, что многовекторность в вашей стране работает. Азербайджан крепок в финансовом, экономическом и военном плане. Таким мнением поделился американский политический аналитик Грег Вайнер. Кто-то, конечно, может попытаться надавить на Азербайджан, но вот продавить его вряд ли удастся. Баку может себе позволить сказать нет любому давлению, которое на него может быть оказано, заявил эксперт. Друзья, я не знаю этого аналитика из Штатов, но то, что он сказал, я с этим абсолютно согласен. Весь мир пытался лицемерно сдерживать Азербайджан, чтобы тот не пошел в наступление на Карабах. Все поддержали Азербайджан на бумаге, признав Карабах азербайджанской землей. Но никто так и не смог убедить армян, чтобы те вернули азербайджанские территории. И что ж получается, мировое сообщество решить вопрос Карабаха так и не сумело, но при этом начало оказывать давление на Баку, чтобы азербайджанцы не начинали решать этот вопрос силой. Что это за двойные стандарты? Но по сути Азербайджан не испугался никого и решил вопрос Карабаха за 44 дня, чем поставил на место не только Армению, а и все мировое сообщество, которое лицемерило смотря в глаза азербайджанского народа. Баку не только умеет ставить высокие цели, а и добиваться их.